Концепцию будущего музея трудовой доблести обсудили на Совете музеев, который прошел в онлайн-режиме на площадке историко-мемориального центра музея Гончарова. Участникам форума была предложена презентация, которая помогла зрительно увидеть будущий музей. Мы думали над структурой экспозиции, и прежде всего мы говорим о том, что нужно собирать коллекцию. То есть, на самом деле, сейчас она рассредоточена в большом количестве учреждений, и недостаточное помещение, чтобы ее представить в полной мере. Специально под строительство трехэтажного здания музея уже отведен в земельный участок почти тысячу квадратных метров за Свиярском районе города около ДКОАС. Он закреплен за Ульяновским областным краеведческим музеем на праве постоянного безвозмездного пользования, а новый музей станет его филиалом. Экспозиция займет два этажа здания. Вводная ее часть поможет посетителю при помощи современных технологий погрузиться в мирное течение жизни довоенного Ульяновска. Переход по экспозиции стокольного этажа на первый будет сопровождаться отдаленным тревожным звуком канонады, летящих самолетов, светом прожекторов, сообщением о начале войны. Экспозиция первого этажа будет включать работу Ульяновского патронного завода, эвакуированных промышленных предприятий, госпиталей. Здесь же можно будет увидеть быт горожан, как трудились для фронта сельчане. Большой раздел будет отведен под школьное образование в годы войны, детские дома, труд детей на производстве. На втором этаже музейного здания разместится зал трудовой славы. В его смысловом содержании будут отражены темы образования Ульяновской области и присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Это будет не только музей, это будет и такой общественный центр с большим залом, где будут проводиться встречи, лектории. Будет создаваться медиатека, то есть мы собираемся хранить не только материальное, но и нематериальное культурное наследие, с записями воспоминаний, с цифровными фотографиями, чтобы каждый житель нашей области смог внести вклад в создание этого музея. На совете музеев предложили создать межведомственную рабочую группу. Она будет по крупицам собирать бесценные материалы, которые потом войдут в основу экспозиции музея трудовой доблести. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.